Новое видео выходит каждый день в 20.00 Система промокодов на GTA сам серверах не работает и не работала пожалуй никогда Я сейчас не говорю о том, что когда вы достигли какого-то определенного уровня на сервере Вам не выдаются деньги или то, что вам там пообещали, разнообразные привилегии и так далее Нет, с этим как раз таки все нормально Я хочу обсудить вопрос части ютуберов, менеджеров и так далее Просто в сфере GTA Samp есть сервера, я по крайней мере могу вспомнить такой как минимум один Это Advanced Roleplay И почему-то именно вот к модели поведения Advanced Roleplay в плане менеджмента стремятся все стартапы Думая, что промокоды это единственный способ отследить активность и так далее Да, это неплохой способ отследить активность и в принципе эффективность рекламы у ютубера Однако все тут не так-то уж и просто И давайте разберемся с этим вопросом немного поподробнее Вот представьте, смотрите вы своего любимого ютубера Который играет, ну скажем, на Arizona Roleplay Phoenix И вы таки уже смотрите его достаточно давно И в каждом ролике он говорит о том, что у него на таком-то таком-то сервере Есть такой-то такой-то промокод, вы можете зарегистрироваться на такой-то такой-то ник И получить то-то, то-то, то-то Вы пропускаете это мимо ушей, мимо ушей, мимо ушей И в какой-то момент вы решаете зайти на сервер Просто потому, что, ну, понимаете, что, ну, вам хочется действительно зайти на сервер и поиграть Вы там слышали несколько раз о данном сервере и так далее И вы при регистрации вводите либо никнейм своего друга Либо там вообще ничего не вводите И таким образом, а там уж промокод вы можете сказать Но промокод можно ввести вообще там по рекомендации друга Какой-то от человека, который тебя не пригласил на сервер Понимаете, в чем проблема? И понимаете, дело в том, что промокоды, они, ну, достаточно условные И делать на них упор, это, ну, быть дауном, максимальным дауном Потому что, вот, вы постоянно, то есть, говорили, говорили, говорили о этом сервере Человек о нем слышал, запоминал, но на ваш не зарегистрировался В таком случае вы привлекли человека на сервер Однако он не ввел ваш промокод И получается, что вы, как бы, ну, не привлекли человека И вы представьте, что такой человек не один, а такая ваша аудитория То есть, слышали они в основной массе про данный сервер от вас Но зашли там про промокоду какого-нибудь там, я не знаю Влада Гантели или там Луняши и так далее И в этом основная проблема промокодов И ладно, когда сервера по типу той же самой Аризоны Не делают особо упор на вот эти вот промокоды и так далее Да, они там могут выразить какие-то свои, типа, вот эти вот претензии и так далее Сказать, мол, давай снизим там на немного сумму, которую мы тебе будем платить за ролики Потому что как-то промокодов маловато, вот, но То есть, а есть сервера, которые вот у тебя было, допустим, в этом месяце 100 промокодов введенных в следующем У тебя 50, и они такие, нет, все, нам такое не подходит Мы, то есть, заканчиваем с тобой сотрудничество И вот Адванс делает именно так Только какой-то спад малейший по промокодам Все, все, тебе полнейшая пизда Так было, насколько я помню, вот, ютубер такой был Я не... Фейзер Фейзер, по-моему, его звали И понимаете, он снял, по-моему, 10 роликов на Адвансе И сказали, мол, ну, промокодов как-то мало, поэтому мы тебе дальше платить не будем Однако, то есть, они не учли тот факт, что, возможно, люди-то узнали от Фейзера Но зашли по промокоду какого-то другого человека, либо вообще не ввели этот самый промокод И тем самым человека выгнали, хотя он привлек аудиторию В чем ваша проблема? Я не понимаю Да, безусловно, по промокодам можно отследить примерный плюс-минус прирост То есть, иметь какие-то цифры у себя чистого внимания Но, блядь, когда ты полностью, как бы, строишь политику, менеджмент на промокодах Это какой-то, ну, полнейший пиздец Если я не прав, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях Ну, в самом деле, блядь И так, то есть, не только в сампе Вот я помню, что Олег Тиньков, блядь, немного не самповская тема Однако, ну, почему бы и нет Олег Тиньков, он платил за выпуск одной карты То есть, ютубера, ну, или блогеру, там, да похуй кому То есть, блогер рекламит вот эту вот самую карту Тинькова И в случае, если человек, вот, который хочет воспользоваться этой самой картой Тинькова То есть, заказать ее и так далее Перешел по ссылке человека, который рекламировал Ну, скажем, там, я не знаю, академика, да? То тогда академик получает какие-то бабки Если человек узнал от академика, но по ссылке не перешел То академик не получает абсолютно нихуя И, чё, я не понимаю просто вот эту вот политику Это ж пиздец какое наебалово, блядь То есть, ебать, я, я, блядь, я просто не понимаю Это ж просто какой-то пиздец На таких условиях сотрудник, да идите вы нахуй Я даже с собой могу пример привести Вот, вы знаете, банк такой есть Не на правах рекламы, ни в коем случае Рокетбанк Так вот, у него, то есть, там, очень-таки неплохие условия По типу того, что там можно снимать до 150 тысяч в банкоматах без комиссии То есть, переводы на другие карты тоже без комиссии То есть, все охуительно Там, кэшбэки, вся хуйня и так далее Так вот, эту карту рекламировали многие люди То есть, там, вот это вот Вес Рэп и КМХ И, то есть, и Айтипеди И все так или иначе внесли свою лепту в то, чтобы я воспользовался данной картой Однако, я оформил карту вообще не по одной из этих ссылок Я оформил карту, вот я просто написал сайт Рокетбанка Рокетбанк, зашел, то есть, на сайт и заказал без всяких там ссылок Потому что, ну, во-первых, я просто, как бы, мне было лень искать вот это вот все Я хотел быстрее оформить и так далее И, то есть, и люди, и вот если Рокетбанк платит Я, конечно, сомневаюсь, если Рокетбанк платит за выпуск карт Блогерам именно То, блядь, это просто какой-то полный пиздец Если нет, то нет Я, блядь, просто не понимаю И, то есть, и сам вот эти вот менеджеры Они делают очень умно Ну, естественно, блядь, то есть, ты платишь за размещение, блядь, своего продукта на канале Как бы, какие-то промокоды, там, переходы на сервер и так далее Это побочно То есть, ты платишь за то, чтобы о твоем сервере чисто услышали Услышали, блядь Не обязательно зашли поиграть, не обязательно еще что-то Ты платишь за упоминание За то, чтобы о твоем сервере делалось имя Но никак, блядь, не вот эти вот промокоды Это ж пиздец Блядь, работать на промокоды Охуительно, блядь Ну вот, допустим, я могу привести несколько ситуаций Работаете вы на промокоды, блядь И тут ютуберу предложила Какая-нибудь там, я не знаю, сервер другой Нормальная сотрудничество Какая-нибудь Аризона предложила нормальное сотрудничество Когда он там снимает на адвансе И он такой, типа, блядь А почему это мне платят за промокоды Когда мне могут нормально платить То есть, просто за размещение Почему это так происходит И уходит от вас, блядь И все вот эти вот промокоды Которые вы так стакали Они уходят вместе с ютубером, понимаете? Потому что вы работаете Не на какое-то имя сервера Вы работаете чисто на промокоды И эти самые промокоды Идут за ютубером туда, куда идет он Если он играет на адвансе Они идут на адванс Если он играет на Аризоне Они идут на Аризону Это же элементарная вещь Я не знаю, как до этого можно было не дойти Господи, блядь Ну вы серьезно, типа, или что? Ну в самом, блядь Это же какие условия сотрудничества Это просто пиздец какой-то, блядь Это не условия сотрудничества Какое-то наебалово, блядь Ну если платить, блядь, за промокоды Охуительно Я даже могу привести вот пример Допустим, представьте Вот Яндекс Директ или Гугл Ацент То есть это та самая реклама Которая, или Адворс там Да неважно Это та самая реклама Которую вы видите Перед роликами на Ютубе То есть Гугл Ацент Это вот реклама Перед роликами на Ютубе Яндекс Директ Это реклама, по-моему В сервисе Яндекс Видео Я точно не знаю это Но вот про Гугл Ацент Я вам конкретно расскажу Так вот Гугл Ацент Вы загружаете туда Какую-то сумму денег И все То есть Если вам нужны Переходы на сайт То вы, типа, оставляете ссылку на сайт Если вам просто нужны просмотры на видео Вы, то есть, ну просто оставляете ссылку на видео И так далее Его смотрят Там набиваются просмотры И так далее И это все, понимаете? И это стоит огромнейших денег Потому что Гугл Миллиардная корпорация То есть Вы не платите Гуглу За то, что там по вашей ссылке Совершат какие-то там покупки Действия и так далее Нет Единственное, что У Гугла Есть такая, знаете Гибкая очень политика Для рекламодателей То есть Если просто смотрят Там рекламный перерол То с вас Снимается там 20 центов Допустим То есть Если вы на русские просмотры Таргетировали рекламу Если переходят по ссылке Вот Которую вы приложили Или там На ролик переходят Или там На канал Ну что-то наподобие того Если делают То есть Если какой-то клик происходит То платят, разумеется Больше Но в самповских реалиях Вот как-то реализовать Вот эти вот клики Там Или переходы Это невозможно Единственное, что Можно допустим Реализовать Идею таких премий Допустим Если от тебя Вот в этом месяце Пришло промокодов Больше, чем в том То тебе Накидывается там Я не знаю Ну 1000 рублей К твоей зарплате Или там 5000 рублей К твоей зарплате Но блять Ориентироваться полностью На промокоды И то есть Выгонять людей С сервера За то, что у них там Промокодов меньше Я просто Блять Не понимаю Это ж пиздец какой-то У меня просто С чего еще бомбануло Очень часто Мне пишут сервера Которые говорят Хай, хай Мы хотим заказать У тебя рекламу Настроенную на сотрудничество С твоим каналом А если Вот заказываем У тебя ролик Да и видим Прирост по промокодам То работаем дальше Блять Вы думаете Кому вы это Нахуй предлагаете Я работаю Блять С Аризоной С крупнейшим Проектом Нахуй в Сампе Который на промокоды Ну Не заостряет внимание Но я думаю Что все равно Отслеживаю статистику По промокодам Что блять И вы мне предлагаете Работать за промокодой Что блять Ну ладно Я согласен Сервера В Сампе Которые работают На промокоды Я согласен Давайте так За одного Приведенного мной Промокода Если его так Можно назвать Игрока Разумеется Вы мне платите 5000 рублей Как вам такое Ну Я думаю Что это будет честно Потому что Один человек Может положить Хоть 1 рубль Хоть Блять Миллион рублей То есть 5000 Я думаю Это вполне То есть Нормально За промокод А если Мы работаем На просмотре То Ну Как бы Сумма Разумеется Будет в разы Меньше То есть Но я просто Я в самом деле Не понимаю Это что Какой-то Пиздец Пиздец Блять Вы что Вы о чем Нахуй Я вот Помню Что должен был Сказать Еще там Какие-то Примеры Привести И многое Такое Но Сейчас я уже К сожалению Этого не вспомню Если Вспомню Там На еще один ролик То запишу Разумеется Еще один ролик Если вспомню Что там Какое-то Маленькое Добавление То просто Напишу В закрепленном Комментарии Или Просто в комментарии В общем Ладно Всем спасибо За просмотр Данного Видеоролика Всем пока Там Я не знаю Не обращайте Внимание На промокоды Всем спасибо Всем пока